Газопровод в поселке Красная Воля провели не как обычно на опорах по воздуху. Трубу уложили под землю, так и эстетичнее и надежнее. Меньше причин для порывов, говорят строители. Это серьезный плюс, отметил глава города. Тем более, что дорога, вдоль которой прошла труба, туристический маршрут на Воронцовские пещеры. Но при этом сроки сдачи трассы в эксплуатацию подрядчики нарушили уже на два месяца. На каком этапе у нас сейчас находится? Значит, на сегодняшний день по данному ночевому пункту проведены совместно с Сочи Гургаз пневматические испытания газопровода буквально во вторник. Проведены? Полностью, да, пройдены. Хорошо, документация исполнительская где? Значит, сейчас подготавливается пакет документов для передачи в Гургаз. До 10 числа данные документы будут переданы. Если с 10 числа нет возможности у нашего Гургаза выдавать технические условия совместно с Крайгазом, если у них нет такой возможности, значит у нас начинает работать ОБЭП. Строители пообещали, что больше сроки не сорвут. И после 10 октября Сочинцам можно будет заказывать технические условия для подключения домов к газопроводу. Только предварительно нужно навести порядок во дворах, попросил глава города местных жителей. Что нам сегодня нравится, это то, что те обещания, которые вы давали до выборов, вы их выполняете после выборов. Мы вас сейчас видим и просто, конечно, это очень некрасиво, если мы вас подведем. Поэтому у нас хороший тост, мы все постараемся и, конечно, сделаем. После общения с жителями поселка глава города осмотрел кровлю на школьной котельной. Месяц назад он просил ее отремонтировать, и его просьба была услышана. Теперь директор учебного заведения глава пообещал, что в следующем году из городского бюджета выделят деньги на асфальтирование школьного двора.